В целом заявки на получение паспорта болельщика подали 480 тысяч человек. Из них 70%. Что неудивительно, это мужчины. Остальные – женщины и дети. К слову, самому маленькому зрителю, получившему паспорт болельщика, было три месяца. Несовершеннолетних фанатов футбола, то есть недостигших 18 лет на стадионах, насчитали 13%. Отсюда вывод. Праздник футбола, который Россия принимала с 19 июня по 2 июля, посещали целыми семьями. Безусловно, россиян было больше. Их было 90%. Основные посетители из зарубежных стран – это Чили, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Германия, Беларусь, Казахстан и иные. Всего более чем из 100 стран мира. Из России основные посетители были, конечно, из городов-организаторов – Санкт-Петербург, Москва, Сочи, безусловно, и Казань. Всего на так называемом репетиционном турнире перед чемпионатом мира побывали россияне из 1700 населенных пунктов. А вот среди иностранцев самыми ярыми болельщиками можно считать чилийцев. Им выдано более 5000 паспортов, которые, к слову, можно было получить и по почте. Электронным паспортом болельщика воспользовались около 13 тысяч зрителей. Организаторы напоминают – этот документ обеспечивал не только комфортное, но и безопасное пребывание на стадионах. Ко всему прочему, разрешал безвизовый въезд в Россию и бесплатный проезд по городу. А еще в городах-организаторах Кубка Конфедерации были развернуты центры технической поддержки. Работали они вблизи стадиона, в аэропортах, автомобильных пунктах пропуска. Некоторые функционируют и по сей день. В аэропортах и некоторых автомобильных пунктах пропуска в аэропортах центры технической поддержки работают до 12 июля, так как у нас паспорт болельщика и безвизовое пребывание по паспорту болельщика на территории Российской Федерации заканчивается 12 июля. И на случай, если зритель потерял или что-то с ним произошло, он может восстановить его непосредственно комфортно в аэропортах. В целом, система отработала достойно, отмечают в Минкомсвязи России. Небольшие же недочеты при организации чемпионата мира будут учтены. График работы в центрах выдачи паспорта болельщика на чемпионате мира в следующем году однозначно будет более плотный. Только иностранных болельщиков ожидается около 1 миллиона.